А вот это довольно таки интересно, поскольку в сентябре в России начнется испытание трансграничных платежей в цифровых токенах. И будут ли они использовать XRP? Сегодня мы поговорим об этом. Поговорим также о интересных фактах, то что XRP способен совершить революцию мировой банковской ликвидности. И также поговорим и затронем биржа. Например, Binance заблокировала часть аккаунтов клиентов из Палестины по требованию Израиля. Нечто довольно таки подобное уже есть, но на других биржах, поскольку резидентов РФ нет на бирже Binance, она просто им недоступна. И сегодня мы тоже затронем эту тему. Что касается рынка криптовалют, то на текущий момент мы получили коррекцию. Биткоин корректируется с, грубо говоря, 65 тысяч долларов до 61. И сейчас мы видим, что XRP, несмотря на данную коррекцию, несмотря на то, что биткоин снизился на 3%, XRP наоборот вырос на 1%. И сейчас очень довольно-таки интересная тенденция, когда в последнее время биткоин падает, а XRP наоборот растет. Что из интересного, то атмосфера на рынке стремится к страху. Сейчас она более нейтральная, поскольку трейдеры могут выкупать данное падение. Но, как по мне, данная коррекция еще не закончена. Я думаю, что полноценно, чтобы биткоин, значит, если мы говорим про локальную коррекцию, снизился. Я считаю, что нужно выбить стопы, которые спрятаны за 60 тысяч долларов, там в районе 59-59 500. Туда в идеале биткоину сходить. И это я говорю с точки зрения крупняка, с точки зрения крупного игрока, как бы, в принципе, делась бы дальнейшая картина, как бы дальше себя вел рынок криптовалют. Что касается, значит, биткоина, то здесь что мы видим? Мы видим, что локальный хай биткоина, а вернее даже all-time high, который был достигнут в марте 2024 года, он постепенно снижается. То есть мы уже даже отметку 71, ну вернее даже 72 тысячи долларов, мы ее последний раз видели в апреле, а потом уже мы не видели вовсе. В июне биткоин достигнул 71,5. Затем это уже было 69,700 в июле. И вот сейчас в августе биткоин не дошел до 70 тысяч долларов. То есть мы здесь другими словами видим постепенное снижение. И понятное дело, что оно не такое агрессивное, как, например, хотелось бы видеть, но оно есть. Плюс здесь мы видим, что 200-й мувинг у нас находится на отметке почти 39 тысяч долларов. Биткоин трогал 50-й мувинг на недельном таймфрейме и это отметка 49 тысяч долларов. То есть, в принципе, если следовать логически, крупняк зачастую, когда шлет альткоины наверх, он делает ретесты дна. Ну, например, есть монеты, ряд монет, которые обновили дно. Например, ZEC там в апреле был 18, казалось бы, уже ниже не будет, но нет, ниже был и был почти по 16 долларов. Также подобное было, например, на такой монете, как Иос. То есть здесь мы видели отметку 46, но затем Иос еще пошел там на 42 цента. То есть потенциальный ретест перед походом наверх здесь может быть, но я считаю, что альткоины не сильно отскочили. Хотя множество из них дали плюс 50 процентов после того, как биткоин вырос с 49 на 65 тысяч. Поэтому здесь мы видим, что по XRP картина довольно-таки позитивная, она сохраняется, да, но пока что XRP на недельное время не выходит за 200-й мувинг. И, соответственно, здесь мы будем видеть какое-то время еще баковек, как ранее две недели я говорил. Ну и после небольшой рекламной паузы мы более подробно разберем о том, будут ли использовать в России XRP, да, поскольку криптоплатежи и биржи с 1 сентября это новые реалии. Оставайтесь. Проект, доказавший свою честность и надежность в моих глазах, это iVTH.io. На данном проекте я несловно делом, за две недели я заработал чистыми 2200 долларов. Начав с изначального капитала в 6000 долларов, теперь мы вклад уже в 8200 долларов. Это вправду передовая технология, приносящая большую прибыль своим вкладчикам за счет пулов стейкинга на эфире, подтверждающие транзакции в сети эфир и комиссию. С данных транзакций проект отдает вам в виде прибыли. Проект на этапе активного привлечения своих постоянных партнеров, поэтому отдает 80% прибыли стейкинга своим вкладчикам, оставляя себе всего лишь 20% для максимального привлечения аудитории. Проект уже работает серьезный вес и после набора нужного количества партнеров, проект скорее всего понизит процентную ставку для остальных. Я лично за две недели заработал с данного проекта более 2200 долларов, чистой прибыли, постоянными флотами и выводами своего баланса, за что проект полностью проверен. Можете пользоваться без проблем. Ну то есть если мы заканчиваем тезис по поводу XRP, по поводу технического анализа, то я считаю, что XRP уже обязан в принципе закрыть этот месяц выше 58 центов. В таком случае это будет бычий сигнал, поскольку здесь крупный игрок выкупил его в августе, абсолютно выкуплен был XRP с отметки там 43 цента и соответственно здесь он держит цену выше 50-го мувинга, что в принципе еще знаменует то, что XRP вполне себе может включиться в бычий рынок и это может произойти довольно-таки скоро. Но мой прогноз это то, что будет боковик с 53 до 60 центов еще некоторое время поддерживаться, по крайней мере до конца этого месяца, так это точно. Что касается, значит, интересного, то что в сентябре в России начнется испытание трансграничных платежей в цифровых токенах, чтобы облегчить боль от тяжелых санкций, сообщают источники Bloomberg. Только масштабируемая блокчейн сейс с низкими комиссиями и транзакциями в режиме реального времени может обслуживать страну, в которой проживает более 144 миллионов человек, что делает XRP одним из лучших кандидатов на эту роль. Также, на что стоит обратить внимание, если Россия еще точно не подтвердила, что они заключают партнерство с компанией Ripple, то, например, Украина, по-моему, в году 2020 или 2021 они заключили партнерство со Stellar. И здесь мы можем видеть, что Россия так или иначе примкнет к одной из криптовалют. Но я думаю, что это будет Ripple, поскольку он упоминался в докладе, по-моему, значит, ЦБ. И, значит, здесь нужно отметить, что этот шаг, который на данный момент не получил официального статуса, не был однородным, он не является сюрпризом. Здесь в последние месяцы администрация президента Путина смягчила свои позиции в отношении криптовалют. И в прошлом месяце законодатели легализовали майнинг криптовалют в стране. Ну и законодатели также заложили основу для тестирования цифровых токенов для платежей. Также стоит отметить, что две недели назад министр финансов Антон Филуанов сообщил, что правительство работает над легализацией криптовалютных бирж. Однако он уточнил, что для этого еще предстоит разработать соответствующие нормативные акты. Мы пока не нашли решения, как это сделать. То есть, ну, с биржами я считаю, что здесь не все так будет просто. Нужно будет какое-то время, да, чтобы это сделать. Но и также, в принципе, криптовалюты могут выступать для обхода губительных санкций. И весь маразм, кстати, здесь может пойти к тому, что если каким-то образом будет идентификован кошелек человека из РФ, резидента, который под санкциями, и который переводил кому-то криптовалюту, а тот кто-то переводил вам, то вас, кстати, могут заблокировать. Ну, как, например, вот мы видим сейчас в Старнадо Кэш есть некие загвоздки, да, когда людей блокируют. И так или иначе, конечно же, это плохо, потому что, например, Binance уже блокирует часть аккантов клиентов из Палестины. И это все по просьбе, значит, Израиля. Они это делают. Есть, в принципе, подтверждение документальное, но Binance пока что это отрицает. Я со своей стороны не могу сказать, что это точно. Могу сказать, что биржа Binance, в принципе, себя ведет добросовестно. Если она, значит, еще когда начался конфликт с Россией и Украиной, если она еще, в принципе, давала выводить средства вообще очень легко и сказала, что под давлением регулятора, что мы в РФ закрываемся, больше работать не будем, то вот, в принципе, здесь уже идет непосредственно блокировка. Например, другие биржи, в принципе, могут вас заблокировать и не дать вывести вам деньги, ваши огромные деньги, да, и могут они делать под любым предлогом. Но, тем не менее, я считаю, что выход будет из этой ситуации, но так или иначе все придет к тому, что от централизованных бирж придется отказаться в пользу DEX, но DEX это тоже, в принципе, некий такой миф. Почему? Потому что любая децентрализованная биржа, она создана кем-то, соответственно, без того, что якобы там правительство не знает, кто ее создал, это полный бред. То есть, например, та же Binance, которая создавала DEX или там другие биржи, то есть они, так или иначе, власти США могут прийти к этому человеку и сказать, вот, чувак, у вас полный беспредел, вы обмываете деньги, причем деньги каких-то террористов, и мы вас закрываем. И вместе с DEX закрываем все аккаунты пользователей и все деньги, которые там есть. Поэтому DEX это тоже нечто такое, не очень, но я считаю, что так или иначе централизованная биржа умирать будет однозначно. Но также из 10 тысяч криптовалют, к которым может обратиться Россия, XRP предлагает наилучшую альтернативу. Во-первых, XRP уже является крупным игроком в глобальном движении денег, ее продукты и сети интегрированы в некоторые из крупнейших финансовых институтов мира. И в некоторых странах, например, Япония, более 80% банков работает над интеграцией криптовалют, низкие комиссии, на ее транзакции, надежная экосистема делает криптовалюты лучше аналогов. Поэтому здесь мы видим, что Япония очень френдли к XRP. Если это будет Россия, хотя Россия пока что никак не показывает, что она очень френдли к XRP, то это будет довольно-таки неплохо. То есть это будет плюс к XRP определенно, потому что цель этой криптовалюты, этого проекта как раз-таки является транзраничной платежей. Что также нужно отметить, что XRP способен совершить революцию мировой банковской ликвидности. И, значит, бывший технический директор Липпол, Стефан Томас, заявил, что скорость и эффективность XRP позволяют ему функционировать как золото, которое можно обновенно переместить в любое хранилище по всему миру. Но это вопрос к тому, действительно ли Россия выберет XRP или нет. То есть альтернатива есть, это Stellar. В статье почему-то пишется какие-то там 10 тысяч криптовалют. Но, честно говоря, я больше не знаю криптовалют, которые вот так вот были и позиционировали себя как транзраничные криптовалюты. Я знаю только XRP и Stellar, возможно, вы знаете еще какую-то криптовалюту, напишите в комментариях. Но, так или иначе, будет очень странно, в принципе, иметь дело с проектом, который находится за там топ 100, 100, топ 200, топ 300, топ 500, топ 1000. То есть какой-то no-name проект, который вдруг будет позиционировать себя как токен, который подходит для транзраничных платежей, которому нет альтернативы, которого давно уже развивают на рынке, которого все знают. Но это полный бред, поэтому я считаю, что Stellar, либо Ripple, это вот, в принципе, два проекта, которые будут претендовать на выбор России. Вот такие дела. Но, подводя итоги, можем сказать, что, как по мне, рынок еще будет какое-то время снижаться. Еще вчера я об этом говорил. Думаю, что по биткоину здесь нужно прокол ниже отметки, значит, 60 тысяч долларов, определенно, чтобы вынести, значит, стопы. И после этого будет некий отскок. Но сможет ли биткоин дальше продолжить свою ралли, я думаю, что в ближайшее время нет. Думаю, что полноценное ралли уже будет ближе к зиме или посредственно самой зимой, да, в декабре. И там мы, в принципе, видим хороший рост. Но если смотреть на биткоин, то действительно сейчас он смотрит вниз, как по мне. Почему? Потому что он обновил, значит, локальный лов, это 49 тысяч долларов. Было в этом месяце, практически прошло немного времени. И нет гарантии, что он не сделает это снова и даже не пойдет ниже. Поэтому, в принципе, вот с каждым месяцем мы видим, что биткоин, то есть еще в мае он стоил там 56 после достижения all-time high. Затем вот в июле он стоил 53. Уже вот в августе, буквально недавно он стоил 49. Поэтому есть над чем задуматься. И считаю, что не торопился бы закупать что-то на всю котлету определенно. Считаю, что ретесты дна как такового, да, если биткоин будет падать ниже отметки 49 тысяч долларов. Ретест дна для коинов или как таковая коррекция на 50, а может даже больше процентов, она, в принципе, обеспечена. Ну а с вами был Криптофейс, всем пока и до новых встреч.